Ребята, приветствую всех в Украине! Гражданские лица, которые захвачены произвольно, то есть это фактически произвольное лишение свободы, они являются чистыми жертвами вот этой вот агрессии. И говорить о том, что их обменивать или каким-то образом по-другому обращаться с ними, как с военнопленными, это в корне неправильно. Они должны быть немедленно освобождены. Вернуть в Украину пленных гражданских сложнее, чем военнослужащих, утверждают эксперты. Поэтому, пренебрегая стандартами международного гуманитарного права, Российская Федерация часто не регистрирует украинских солдат как военнопленных. Эти люди находятся в положении, скажем так, спрятанных от любого контроля. От контроля со стороны Украины, от контроля со стороны Международного комитета Красного Креста. Их перевозят из одной колонии или СИЗО в другую. И есть такие случаи, на каком-то этапе их могут уже, скажем так, раскрыть их присутствие. И для Украины эта проблема в том, что невозможно даже установить, какое количество украинских военнопленных находится в российском плену. Ненадлежащее обращение с военнопленными – нарушение международного гуманитарного права. Российская сторона не обеспечивает украинских военных, удерживаемых в плену достаточным питанием, медицинским обслуживанием и базовыми условиями для жизни. В Генеральной прокуратуре Украины утверждают, абсолютное большинство украинцев в российском плену подвергается пыткам, изнасилованием и угрозам сексуального насилия. Есть ряд фактов и свидетельств о нарушении Женевской конвенции по части не только доступа Красного Креста, но и обеспечения необходимым медицинским обслуживанием, продовольствием, питанием и многими другими моментами. Все факты нарушения Женевской конвенции, нарушения прав военнопленных изучаются и фиксируются как украинскими правоохранительными органами и правозащитниками, так и передаются международному сообществу. По данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Москва незаконно вывезла с временно оккупированных территорий более 150 тысяч несовершеннолетних украинцев. Детей забирают у родителей из детских домов. На сегодняшний день разработан механизм возвращения украинских детей, который содержит несколько ключевых этапов. Разработка механизма получения списков детей, верификация и обновление данных, документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств, психологическая реабилитация детей после возвращения, создание специального центра для реабилитации, открытие гуманитарных коридоров. Дмитрий Лубенец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, во время выступления на саммите Ялтинской европейской стратегии. Вернуть всех – украинских военнопленных и гражданских, всех политзаключенных – четвёртый пункт формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Лишь обмен в формате «всех на всех» сможет гарантировать мир. Без него окончание войны невозможно. Это не вопрос «возможно ли», это вопрос «как». И Украина, безусловно, его выполнит, вернёт всех и каждого домой, кто оказался в российской неволе. Чтобы вернуть всех пленных и депортированных украинцев, Главное управление разведки продолжает работу над организацией обмена. В ГУР анонсируют хорошие новости. А значит, ещё больше украинцев смогут вернуться домой из российских застенков.